Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Сегодняшний день, братья и сестры, мы с вами служили погребением. Кто-то скажет, какой длинный чин погребения священнического. Но этому есть свой смысл. Потому что раньше на погребение своего пастыря сходился весь приход. Собирались тысячи народа. И как правило, чтобы все успели попрощаться, служили чин погребения, а люди в это время уже шли и прощались, чтобы все успели. И прощание таковое было подчас, даже не один день. Мы знаем Алексея Человека Божия, когда хоронили. Трое суток подряд шел народ прощаться с ним. Обещания дали им. Не похоронят до тех пор, пока и последний человек не попрощается. Когда в 1919 году, в 90-летнем возрасте, скончался митрополит Владимир Шемкович в Воронеже, неделю народ шел к нему прощаться. Неделю не погребали. Он стоял в храме, и благоухание издавали его мощи. Народ шел прощаться со своим пастырем. Поэтому чин погребения, братья и сестры, и не только эта причина, еще причина длительного этого погребения, чина священнического. Потому что любовь народная не хотела отпускать в землю своего пастыря. Они привыкли его слышать в храме. Привыкли осязательно брать у него благословение. Видеть его участливые глаза на исповеди или на погребении. Видеть его горе и в радости. Его вместе с собой, как с собой, и паствуют. И так, как бывает, когда хороним родителей, то не хочется отходить от гроба. И хочется еще хоть на сколько-то хотя бы задержалось последнее расставание. Поэтому по этой причине, братья и сестры, и длители, по причине любви народной к своим пастырям. В разных народах по-разному называют священников. Где-то называют пасторы, где-то ксензы в разных религиозных течениях. И только в нашей церкви священников называют уменьшительно ласкательным именем Батюшка. В это слово вложена вся любовь народная за то, что пастыри церкви всегда были своим народом. Вы знаете, ничего не бывает зря в нашей жизни. Волос с головы человеческой не пойдет без воли Божией, говорит Господь в Святом Евангелии. И вот мы просто сопоставляем. Сегодня воскресный день. И по чтению Евангелий неоднократно пелось воскресение Христово видевшее, как на Пасху. Сегодняшний день, братья и сестры, день прощенный. Когда прощают друг друга все, и тем более Господь прощает все прегрешения человеку, который перед ним предстанет сегодня у престола Божия. Кончина его накануне праздника Иверской иконы Божией Матери, когда церковь воспевает радуясь, благая вратарница, двери райские, верным отверзающие. Предстательство Божией Матери, слава Дня Пасхального, умиление и утешение души от чина прощения, искреннего, сердечного у нас здесь на земле, а тем более там, на небесах у Бога. Все сегодня сплелось. Сейчас мы будем подходить и прощаться. Мы будем просить прощения, как привыкли в течение прощенного воскресения просить прощения у своего пастыря. И будем прощать ему, если яко человек, потому что мы в жизни живем, и часто жизнь наша бывает исполнена каких-то даже непреднамеренных ушибов. Сейчас запоет хор, приедите последнее целование, дадим братья умершего. Запоет Ирмаса канона «Помощник и покровитель, быть мне во спасение». Ирмаса, которые поются в Великом посту, уже с завтрашнего дня, с вечера начнутся петься на Великом покаянном каноне «Помощник и покровитель, быть мне во спасение». В этом храме отец Анатолий прослужил не одно десятилетие. Тут особый был приход. Я впервые посетил этот приход в 88-м году. Будучи келейником владыки Алипия, я приехал тогда еще в закрытый монастырь Святогорский вместе с ним. И владыка Алипий в 88-м году заехали сюда, сюда в Святский храм. Храм, на месте которого был еще более такой убогий, с хаткой сделанная церковь, в которой служили великие пастыри. Прошедшие и каторгу, и гонения, молитвенники, отец Дорофея, отец Дамиан. Недаром, знаете, вот здесь кругом храма грады понавтыкались в землю, вокруг храма, а святыню сохранил Господь. Потому что она намоленная. И намолена не только пастырями, здесь особая паста была. В лето, когда приезжали сюда многие отдыхающие, то со многих городов сюда приезжали отдыхать как рабочие, как трудящиеся. Но в то же время бывшие певчие, прихожане храмов Донецка, Ларинки, Горловки, на кочегарке храма. И здесь собирались хора, такие из певчих, которые приезжали отдохнуть и заодно ходили сюда в храм и пели здесь на клиросе. Здесь и Вера Павловна про сворочки пекла, которую Господь сподобил супругам мученической кончины в эти дни уже. Сюда ходили в храм и села окрестные, и та же Яровая, и та же Богородичная, и Студынок сюда притекали. Помню рассказ Лидии Григорьевны, когда она рассказывала, что раньше наши старенькие все, когда праздник всех скольбящих радостей был в Богородичном, а церкви не было, и служить негде было. Мы с Возочком и собирали продукты, привозили сюда, к Святскому храму, и батюшек просили, чтобы они отслужили в службу по уставу престольного дня села Богородичного, всех скольбящих радостей. Да также на Казанскую собирались Яровчане, также на Введение собирались со Студынка старые прихожане, которые пережили, перенесли все, и многие из которых помнили еще действующий Святогорскую пустынь, этих духовников и старцев. Много людей послобых, благочестивых, которые лежат тут рядом на кладбище, видели стены этого храма. И сегодня мы в этом храме напеваем пастыря, который трудился здесь и немного, кажется, собралось паство. Но это время такое. Если бы был мирный час, конечно же бы этот храм не вмещал народа. Но сейчас такое время, братья и сестры, что хотя кто-то и не прибыл на погребение, и сегодня не был на службе этой, которой нам посчастливилось сегодня быть, молясь за отца Анатолия вместе, одной семьей. Но тем не менее, весь это разнесется повсюду. И кто жители Святогорска разъехались по разным концам земли сейчас, они все равно смотрят, что там напишут на Святогорском сайте. А там, в Донецкой епархии, и на Святогорском сайте будут новости. И будут напечатаны и видео, и фотографии погребения отца Анатолия. Ведь сколько людей, где бы они сейчас ни находились, Святогорцам, конечно, каждый из них вознесет молитвы. Отслужат панихиды, подадут на обеднюю, кто-то может почитать псалтырь, кто-то просто скажет Царствие Небесное, про Божию, про Таирею Анатолию, и вспомнит, что батюшка доброго сделал в их жизни. Сегодня у отца Епифания, нашего архидиакона Лаврского, спрашиваю, «Отец Епифаний, ты ж коренной святогорец, тебя тут крестили?» Говорит, да, крестил отец Анатолий. И то семя, оно возросло в отце Епифании, сейчас мы имеем насельник, монаха, архидиакона, нашей святой обители, по молитвам его благочестивых сродников, но по молитвам пастыря, который посеял в крещении семя благодати Божией, которое возросло уже в человеке. Сегодняшний день, братья и сестры, день особый, день прощения с нашим пастырем. Весь пост сугубо Церква будет совершать заупокойные молитвы, как всегда в традиции и в уставе церковном. Будет совершаться упоминовение усопших, наших близких. Также будет упоминаться и батюшка, отец Анатолий. По уставу, лик пастыря или монаха всегда закрывается покровом. Но владыка Алипий говорил, что старая традиция святогорской пустыни была такова, ему рассказывали старые семьи, что покровом покрывалось лицо, но на чин прощения лицо всегда открывали. Потому что нам утешительно в последний раз взглянуть на черты. Казалось бы, основной сейчас душа бессмертная для человека, но нам утешительно взглянуть и на плоти. Потому что в этой плоти судил Господь, как в сосуде, содержаться в его пастырской душе. Почему и мощи святых подчас сохраняются абсолютно нетленные веками. Так и мы, братья и сестры, с утешением смотрим на эти черты. Кого-то они строжили, кого-то добрым словом увещали. Эти руки, когда-то отца Епифания, младенца, окунали в пель крещальной. Многим помог каким-то добрым советом или пастырским словом, старался остановить отчета недоброго. Каждый из вас сейчас подходя, прося прощения у отца Анатолия и прощая его сегодняшний день, и я, братья и сестры, памятуя, что на третий день душа еще пребывает у тела, и чин погудения, это последний чин, в которой душа соприсутствует телу. Я в сегодняшний день, братья и сестры, и спрашиваю прощения и у отца Анатолия, со пастыря, со молитвенника, у престола Божия, и спрашиваю прощения и у вас, его пастыр. В канун поста великого в день прощенного воскресения. Простите, и отец Анатолий, и все братья, и сестры, и ликосореших, в день сей и во вся дни жизни живота моего делу, словом, помышлениями, все моими чувствами. Благодатью и щедротами святого человеку, любя Бога, христи и помилы всех нас. Подписывайтесь на YouTube-канал Светогорской Лавры, и вы всегда будете в курсе новостей обители. А чтобы совершенно ничего не пропустить, установите уведомления обо всех обновлениях нашего канала, нажав на колокольчик под этим видео. Следите за новостями Святоуспенской Светогорской Лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Светогорской Лавры